Киртана освежает? Есть такое чувство? Не слышно никакого чувства вообще. Го означает чувство, Го означает корова, Го означает земля, Го означает вселенная. Все связано с чувствами. Гопал, Кришна, он тоже источник чувств. Итак, мы чувствуем землю, чувствуем Кришну по-разному, осознание по-разному. То есть есть только осознание Кришны существует и градации. Градации все живые существуют, а частички Кришны. Но есть также не Кришна, не Кришна, майя. То, что мы понимаем как энергию, препятствующую осознанию Кришны. И те энергии, которые непосредственно от Кришны исходят, Кришна описывает Бхага в Адмите. Он говорит, какие прекрасные вещи или необычные вещи, здесь мы наблюдаем, менее объяснимые, связанные с ним непосредственно, такие как способность человека, или разум, или семя всего живущего, или огонь пищеварения, мы задумываемся над этим вкусом воды. И задумываясь, мы начинаем сознавать Кришну. Он также говорит, что его энергия – это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Но вот земля – это одна из энергий Кришны. То есть, тот, кто непосредственно работает с землей, он может сознавать Кришну. Но также это может быть не Кришна, неправильно использовано. Мы из земли можем извлечь хорошие вещи, плохие вещи. В Бхагаваде Пуране говорится, что два демона – Хираня Кашипу и Хиранякша – извлекли из земли все ценности, она перестала быть полезной. А энергия Кришны перестала поддерживать. Хотя Кришна, как Вишну, поддерживает все живые существа через эти стихии, через эти ресурсы природы, богатства, энергии, солнечный свет и прочее, воздушная среда, стихи, дождя, процессов. И это может быть нарушено. Нарушено, потому что можно извлечь не Кришну. Можно, например, истощить ресурсы планеты. Она может изменить свой уровень, когда она упала вниз, с причиной Вселенский океан, вернее. Потеряла статус, как бы, пруми. И затем, чтобы восстановить Притху Махараш, простите, это Вараха, Вараха, Притху Махараш тоже где бы восстановил. Должен поднять ее, восстановить ее поддерживающие способности. То, что мы сейчас пытаемся делать, тоже восстановить потенции земли. Это сельское хозяйство, и мы видим, это связано с го, с коровами, с чувствами, вот, с сознанием Кришны. Есть еще три тонкие энергии, описывается в Бхага Бхаджите, не только пять больших стихий, еще есть трех тонких энергий, такие как ум, разум и ложное эго. И зачем, зачем все так устроено? При помощи тонких энергий и грубых энергий можно создать нечто необычное. Можно воссоздать духовный мир. То есть, ягия. Разум человеку дан, чтобы свежать ягия. Это написано в Бхага Бхага. То есть, все это дано человеку. Вот все эти ресурсы земли, вот эти природные полезные явления, то, что мы изучаем, те ресурсы, все мы получаем. Для чего это? Для того, чтобы совершать ягия. Нет, мне нужно это. Еще не так душно и отвлекает пока это. То есть, тонкое тело дано человеку, чтобы свежать ягию. Разум контролируется писаниями. То есть, мы имеем Бхага Вадхи, то есть, мы имеем множество логические писания, но все сводится к тому, что ягьярта карманон ятра логаям карма бандана. То есть, все нужно использовать как жертвоприношение вишну. Любую деятельность, книжкам кармы. Бескорыстно. И все, что мы используем для собственной выгоды из земли, истощает ресурсы. Собственные силы истощаются. Силы земли истощаются. Силы стихии истощаются. Даже солнечный свет сейчас не так полезен из-за перемен в этих Махабхута великих элементах. Из-за некого оствернения этих элементов. Все становится как бы опасным. Пища может стать опасной, воздух может стать опасным, вода. Вот эти стихи, данные как энергия Кришны, изначально, чтобы извлекать оттуда Кришну, совершать ягью, выращивать пищу чистую, предлагать Кришне, можно использовать по-разному, извлекать не Кришну. Поэтому первое осознание Бога через пищу. Есть там пять, вы знаете, уровней осознания энергии Бога и осознания Кришны. начинается с Анна-Майи. Анна-Майя – пища, та, которая именно принимается как жертва приношении Кришну, она очищает человека тонкие ткани, очищает от термических последствий. Та пища, которая используется для чувственного наслаждения, такой принцип основной, она является грехом. То есть, начинается с принятия просада. Мы знаем, что очень трудно понять философию, когда ум осквернён, стихия осквернены, когда мы живём в искусственных условиях заасфальтированных городов, когда механизировано всё, электрифицировано всё, когда мы уже не зависим от света солнца, у нас есть электричество, мы не зависим от транспорта живого, у нас есть механизмы, мы даже не зависим друг от друга, у нас есть счёт свой в банке, своя профессия, пенсия своя, так организованно, чтобы человек был независим ни от кого, максимально независим ни от кого. Это не Кришна, потому что в сознании Кришны мы зависимы, понимаем, что мы зависимы. От чистоты природы, от чистоты ума, от поведения, ничем ответственности за поступки. И путь к этому осознанию через пищу сначала, Анна Майя, первая ступень. Преданные, конечно, считают многие, я думаю, многие считают, что мы уже освоили этот уровень, мы уже одним просадом, с этой точки зрения, да, что это просадом, но с точки зрения пищи, это не Кришна может быть, потому что пища не очень высокого качества, неправильно выращена, не на той земле, которую Кришна дал, не питается ни тем, что Кришна хочет. Выращена, обработана не так, как это Кришна изначально планирует, потому что Кришна изначально планирует вспахивать демонии тракторами, Кришна не дает трактор, идет быков, или лошадь, какой есть транспорт, то есть там есть естественные вещи. Но сейчас это считается не очень хорошо, потому что это трудно, это изнурительный труд. Попробуйте встаньте, затлук, вы поймете, насколько это изнурительный труд. Это одна сторона. Посмотрите, есть другая сторона. Это означает, что человек стал слабым физически, и умственно. Ведь весь прогресс науки направлен, чтобы на то, чтобы просто облегчить существование человека, как будто он больной. облегчить. Не аскеза, чтобы усилить его волю, его характер, его решимость, а облегчить, сделать его еще более слабым. Получается? В другом направлении цивилизация развивается. И мы видим, что все меньше и меньше таких героев, которые готовы бескорыстно что-то делать. Это вот общество из Контрупада построило уникальное, где пока мы повторяем 16 кругов мантры, сверх внимательно, пока мы едим Кришна Прасад из хорошей пищи у нас появляется, избыточная энергия у нас появляется больше силы. Для бескорыстной деятельности мы готовы жертвовать многими вещами. Ягдия совершается. Это то, для чего создан мир изначально. С этими элементами, с умом и разумом, чистым, с писаниями, для того, чтобы совершать вот такую вот ягдию. Ягдия человеку дает процветание силы. Он сам себе не может обеспечить процветание. Человек, мы видим это. Он преуспевает в чем-то одном, но всегда есть недостаток в том, что он делает. Серьезный недостаток. Как в русской сказке «хвост увяз», мы вытаскиваем хвост, пока вытаскивали хвост, нос увяз. Нос вытаскиваем, нос вытащили, хвост снова увяз. Как говорят некоторые ученые, политологи, социологи, эффект маятника называют. Так, в крайности, вот так, один успех здесь, но огромное пространство недостатка. Давайте за такой один остаток. Успех здесь, здесь недостаток. Ядерное оружие, это великий успех, прорыв в энергетике. Серьезный недостаток. Автомобиль современный. Серьезный прогресс, эти технологии. И серьезный недостаток в экологии. Как выращивается пища при помощи искусственных химикатов? Она растет, как на дрожжах. Но огромный недостаток при этом. Как это будет с костюмом? Есть два пути, вернуться обратно к Богу, к изначальным стихиям, либо пришивать новые заплаты на старую одежду. Такое есть выражение. Ну, Крупа нам дал другой мед. Давайте вернемся обратно к Богу. Обратно к земле, обратно к корове, обратно к чувствам человеческим, обратно к разуму, обратно к священным писаниям, к осознанию, к осмыслению, к пониманию абсолютно истины, себя, мира. и начинается это сознание пищи, как ни странно. Крупа-то очень хотел, еще в те годы, еще полвека назад, чтобы мы выращивали свою пищу, чтобы свои коровы, которых не убивают, дают маловаков. Это серьезная вещь. Прасадам называемая. Я лично пришел через Прасадам в сознание Кришны. Много также людей, которые тоже попробовали Прасадам и стали понимать, о чем речь идет. Здесь много-много примеров. Потому что важно именно Прасадам в той или иной форме Прасадам. Киртан — это тоже Прасадам. Земля — это тоже Прасадам. Она очищает человека, когда он работает на ней внимательно, с любовью. Мы только что говорили с одной чиницей Парупада о коровах. Я спрашивал, как у них в стране, как у нас в стране. Есть ли у людей, скажем, в какой-то стране есть чувство к коровам или их нет. Вот как они испытывают. У них есть к ним сострадание или какие-то чувства к этим коровам, осмысление этого нового существа. Она говорит, те, кто имеют корову и потом вынуждены отдавать их на убой, все плачут. Потом вспоминают всю жизнь об этом. В роли с ними тоже самое. Мне все люди рассказывали об этом, что те, кто имел коров и вынуждены отдавать их на убой, плачут всю жизнь на своей наиболее. Есть такие чувства. Го! Есть такая связь. Конечно, есть связь со всеми живыми существами, без исключения. Но особое чувство к матери, особое чувство к Богу, особое чувство, вот есть такие, которые Кришна связывает нас родственные, дружеские служения. Есть такие чистые отношения. Они самые важные. Они в корне. И вот отношения с коровой утрачены. Отношения с землей утрачиваются. Седьмая мать коровы, шестая мать земля. Первая мать, родная, так сказать, мать, биологическая мать. Есть там няня, кормилица, жена царя. Это описывается. И если мы теряем связь с коровой, потом с землей, постепенно, постепенно теряем все эти наши отношения с нециформальными. Кальюга, это Кришна. Уберите этот вот аспект матери, отца, нам будет не с чем сравнить отношения с Богом. Самый распространенный, говорит, Бог, это отец. И человек что-то понимает. Но что он понимает? Смотря какие отношения были с отцом. И чем глубже мы в разведе эти человеческие чувства, чем чище, тем ближе будем понимать Бога. Руба говорит, просад, восстановь тонкие ткани мозга. Но эта пища может быть выречена изначально, правильным образом. Это все живые существа. Дживо, Дживаси, Дживанам. Очень важно, что мы думаем о них. О любом живом существе. Это докажет ученый. Как-то общаетесь с растением, оно как-то чувствует, даже растение. Корова чувствует. Ребенок все чувствует. Не просто чувствует, он сильно чувствует. Он начинает говорить в какой-то момент, попробуйте, начните говорить на другом языке. нет таких чувств. Есть изначальные чувства. Какие? А ведь он смотрит нормально, как на божество. Вот в чем дело. На отца, как на божество. Если мы сможем смотреть на корову, как на представителя Кришны, как отражение Сурабхи, на землю, как на энергию Кришны, если мы через это все понимаем, осознавать Кришну, много мы можем научиться и почувствовать, осмыслить свою жизнь. А откуда это у юношей и девушки такие сильные чувства любовные? А не потому, что обрежствляют друг друга. Опять же, сознание Кришны. Да, перевернутые. Совершенно верно. Но без Бога не обходятся никакие отношения в этом мире. И теряя отношения в этом мире, если они оскверняются так или иначе, мы теряем отношения с Богом. Особо милость векали, санкирта, наяги, если собираемся и громко воспеваем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, это я, где вне конкуренции. Тут ничего не требуется для этого. Ничего, никаких строгих правил, никаких предварительных процессов, очистительных церемоний, даже посвящения не нужно, просто нужно громко собираться, воспевать. Но, что, почему, Бог говорю, но распространяя сознание Кришны в воспевании святого имени, мы должны знать одну вещь. Это воспевание, как санкирта, наяги, проникнет во все сферы, должно проникнуть в нашей жизни. Отца, матери, сына, дочери, друзей, социальных проектов, не знаю, земли, коров, все везде. Санкиртана, она будет проникать всюду, этот дух, дух бескорыстного служения Кришне. Нишкам карма. Санкиртана, не отделиться от всего этого, а проникнуть в эти сферы. И самый благородный труд, лучший из всего, что человек может делать, самый благородный труд, это труд на земле. Большинство людей, Пропады рекомендовал, нужно вернуть нам здоровье, силы, энтузиазм, избавиться от страха этих вещей. Не знаю, конечно, это не такой простой вопрос, мы связаны кармой, где-то мы родились в городе, мы жили в сельской местности, кому-то уму непостижимо даже переехать на сельскую местность, на землю, и там что-то делать, просто в голове такое не укладывается. И не то, что мы должны сейчас все это бросить, сломя голову, бездумно, надо изучать, надо полюбить, надо обратить внимание. Любая вещь начинается, говорит, поистанцеросовать исследование. Так же, как сознание, сначала мы его исследуем, изучаем. Бага-Вадгита, философия, вопросы, ответы, сомнения. Мы исследуем эту тему. Затем можем сосредоточиться, и когда мы сосредоточились, уже с какой-то верой появляется Го-чувство. Очень важно. Духовные чувства, то, что многим так не хватает от этих чувств. И мантру повторяем, и все, не хватает от этих чувств глубоких. И для этого Парупа-Вадгита сначала готовил просто просад, когда распространял движение. Насколько, что вокруг каждого храма, в радиусе 10-ти века, никто не должен голодать. Просад распространяйте, распространяйте просад. Вот что важно. Это он делал там, в Нью-Йорке. Фактически, там был футфолайф бесплатно, круглые сутки. И ночью приходили хиппи, некоторые пораженные наркотиками, плохо себя чувствуя, точно случались туда, их кормили просадом, укладывали, снова кормили просадом, кто бы не приходил просадом, не приходили туда, потому что их эта пища спасала. Один пример из Удстока. Я один раз был на Удстоке. Кто-то был, он поймет меня, что там за ад. Но в том смысле, что это, конечно, наслаждение для молодежи, но для предных ад. Около миллиона людей собираются в палаточных городах. Сцена стоит в пять этажей, и там вот эти колонки, когда они вибрируют басы, земля дрожит, пронизывает все. И там молодежь, и там чувство наслаждения, и там вот они просто, просто погружаются туда, вот просто теряют какие-то здравоусы. И там есть площадка Харе Кришна, они поют Харе Кришна сюда до ночи, поют и поют, и поют. И люди приходят туда, никакие, просто на льготе, после всех этих шумов, едят просад, и палают вот так там, лежат, я видел это, просто лежат, без памяти. Врача никто не вызывает, все знают, привыкли к этому. Сейчас полежит, немножко просада поел, послушает Харе Кришна и придет в себя, побежит обратно туда. Но один человек дважды прибегал, сказал, сделайте так, спасите меня, чтобы я туда больше не ходил. Я там погиб, здесь я спасаюсь. Что мне сделать? Мне не хватает воли. Человек страдал от этих вещей. Человек людям нужна милость, они не понимают философию, но милости не понимают, сострадания не понимают. И самое важное, это занять каждого человека в соответствии с его природой, а не с его представлениями, о себе. Это кто-то включил реактор. Эти все улетают сразу. Итак, пропады дают нам формулу, называют это Варнаша Мадхарама, который поможет нам поддерживать наше движение, поддерживать проповедь. И у нас не так много времени. Я бы хотел еще с вами пообщаться, может быть, есть какие-то вопросы, предложения. Я несколько слов вовремя сказал, несколько мыслей. У меня нет какого-то подробного семинара, будем просто общаться на эти темы. Также о будущем можем поговорить в моей теме. Вспоминается о том, что мы будем говорить о будущем. Мы с вами будем прогнозировать будущее и достигать чего-то. Это возможно. Это возможно. На самом деле, в прошлом когда-то браманы могли это делать, и кшатри могли это делать. Могли прогнозировать будущее и достигать события. Мы тоже пытаемся делать, если мы собираемся, мы имеем тоже какие-то планы на будущее. Но вот как мы достигаем? Бывает, что не очень достигаем. Одну вещь нужно сказать прямо сейчас. Секрет в том, что каждый сейчас стремится туда, там, где счастье. Если мы почитаем о жителях Фриндавана, мы увидим, жизнь организован так, что они счастливы постоянно. Они работают в поле, они поют. Они забывают масло, они поют отчасти. Они постоянно наряжены, украшены в цветах, в каких-то одеждах. У них много праздников, фестивалей. Фриндаван, представьте, это праздник. Что бы там ни делали, это праздник. Работают, отдыхают, неважно, разницы нет. Это система отдыха, пропасывает. Такое настроение у них, вот о чем речь идет. Вот что такое, жизнь в сознании Кришны, где мы. Именно же его. В условиях Кришны, в тех, которые нам дал изначально, с этой яги, эти чистые стихи, чистый ум, чистые мысли, чистый разум, чистые отношения, нам нетрудно исполнять свои обязанности. Мы не так подвержены усталости, которая является тамагуной, не так подвержены сомнениям, или расприем, куда уходит много энергии на конфликты, на плохие мысли. Мы расплачаем эту энергию в Кали-Югу попусту. Говорит, жизнь потрачена попусту, жизненная сила. На что она пошла? Куда она пошла? Ничего позитивного человек не успел сделать. Просто пытался выжить среди этих людей, которые друг друга конкурируют. Пробро пожаловать, что если мы серьезно идем всем его наставлениям к этой науке, будет успех. Если все еще. Конечно, сейчас это острее-острее становится проблема о нашем будущем, о будущем наших детей, чем они будут дышать, что они будут есть вообще, в какой среде они будут жить, что мы им оставим. Мы преданные, дорогие мои. Я не говорю, что мы все преданы, у нас большая ответственность тоже. Будьте детьми. У нас у многих уже есть дети, у тех детей тоже будут дети. И они будут тоже обсуждать нашу жизнь, ориентироваться на эти вещи. Они будут тоже говорить, как мы прожили эту жизнь. Я уже слышал некоторые вещи, когда говорили о старших. Вот он ушел, а что он оставил? Да, уже есть такие мысли. А что он оставил? Что он сам оставил? Конечно, мы скажем, повторяю, Харьи Гришну, вот эти книги про упады. Но, мне кажется, мы можем больше. Если это все, что мы можем, достаточно, но, мне кажется, мы можем больше. Если серьезно, в чем себе мы собираем. И, как мы слышим, многие психологи говорят, нам не хватает энергии, поддерживающей силы. мы намного способны, у нас много возможностей, не хватает силы энергии. Где эта силы энергия? Это контакт с конечным прусадом. Пища порождает энергию, прану поддерживает. прана. А прана также означает радостный ум. Мышление правильное, позитивное мышление. Если мы стоим эти три вещи, это уже будет райская цивилизация. Не духовная. Но это уже будет райская цивилизация. Там, где позитивный ум, это уже рай. Там и слова соответствующие, культура соответствующая, отношения соответствующие. Это еще не осознание Кришны как такового в чистом виде. Это просто чистота, сад, вагуна. Что нас сейчас так не хватает. Мы видим, насколько не сочетается наше сознание Кришны с тамасом, допустим. С глупостью или упрямством, допустим. И с оскорблением, и с агрессией, или с человеконенавистничеством, или с дискриминацией людей, как этот тамас, как он не сочетается, когда отвратительно все это. Не сочетается. А с саттвой, ну, сочетается, смотрите. А где саттва? Го, в романе Хитая Ча, Джагат Хитая, Кришна, Го, 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 Го. Чистые чувства. Чистый разум. Чистый ум. Чистая речь. Есть святые имена, есть священные какие-то тексты, разговоры. Поднять ум туда. И что там будет? Что там будет? Там сможем почувствовать Го. Где ум, туда идут чувства. Другой стороны, куда чувствуем, ум должен справиться идти. Чувствовать, яд просядным, смотрят на божества, смотрят на преданных, позитивно. и постепенно мы начинаем поднимать все это выше, 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 выше. И там наш ресурс, наше богатство, аскеза богатства, энергия, энтузиазм, избыточное, и не культивание. Пропада обладал им. В свои 70 лет он показал избыточную энергию, сверхъестественные вещи. Сколько человек может оказаться в этой правильной среде тонких, тонких элементов, то есть энергии Кришны. Потому что все, что Пропада нам дал, это только просад. И книги это просад, пища это просад, и храмы это просад, и божества это просад в чистом виде. Если у нас будет правильное настроение, ментал, наши поступки изменятся. Это великие поступки. Все просто вроде Пропада делал, но какой результат? Непредсказуемый. Просто говорит, проповедует, движение зарождается, продолжается поколение за поколением зарождается. Сверхъестественные силы. Душа связана чувствами со сверхдушой. Итак, это простой процесс, но мы осмысливаем постепенно, постепенно вглубь. Насколько могущественен просад, насколько могучны мысли себя, кричны, насколько могучна чистота в этом мире, насколько она важна, если мы к этому серьезно княемся, очень бережно, очень бережно подходить к нашей практике. Поступки фактически уже это освобождение. духовный учитель. И правильные поступки автоматически гарантируют духовное участие. наше служение, если наслаждается правильно, это ананда, это глажатство. Начинается с пищи все. Один когда-то мне сказал духовный учитель об этом, я об этом ничего не понимал, но все тоже трансцендентное, у нас есть прасад, есть храмы, мы повторяем, пари кришны, все. почему же столько проблем о преданных. Один из духовного учитель сказал мне об этом, знаете, что я думаю чьи-то анчандра? Однажды он мне просто сам подошел и сказал, знаешь, что я думаю чьи-то анчандра? Видимо, я понял, что я тоже об этом думаю. Я, говорит, наблюдаю за преданными, у них сейчас много проблем. Я говорю, да, много проблем. Негативных мыслей, отношения, сложности, действия, личная жизнь, много есть, впадает. Я думаю, они не едят Кришны Прасад настоящий. И с тех пор стал думать, что это означает уже вроде Еди, Кришна Прасад. Ну, а потом я стал замечать, что действительно надо рассматривать, что мы выращиваем для Кришны, как мы это делаем, все детали нужно сместить. Когда я приснился к движению, был только Прасад, практика главная была. Санкиртана было время от времени, кто-то самый смелый мог распространять самый смелый, потому что это было опасно в то время распространять книги, можно было в тюрьму угодить, работу теряли сразу же, только вас накрывали на этом деле. Но Прасад, мы у нас была кухня у всех, мы там чисто тест, стандарт, вот к этому относились очень-очень серьезно. Очень могучная практика. во мне взяла заботу одна пожилая преданная, она уже не в живых ушла с этой планеты, а у нас были отношения матери и сына, и она считалась главным экспертом Прасаду. Она меня учила стандарты на кухне, это были самые строгие стандарты в моей жизни до сих пор, настолько, что иногда с ней ругался на кухне, нельзя же уж настолько вообще уже, не приходили все границы. Не дай Бог волос упал на стол, где я готовил Прасад, она убирала со стола все, сжигала этот волос куда-нибудь дальше, и мыла с содой весь стол с самого, прежде чем продолжать готовить. Это просто одна малозинка если упала, она не просто снимала куда-то, так выступала, если что-то упало на пол, уже не поднималась оттуда. Вот в таком духе все было. Если мы крутили шарики, она их потом по размеру сжарила, если там на 2 мм, на 1 мм это было меньше, перекатывали все. Поэтому терпение, ну, может быть, я один из немногих, кто мог вообще выдержать такой ее характер, ее отношения. Но это был просто сногсшибающий всегда. Поэтому мы не могли с ней спорить. Однажды пригласили телевидение, мы уже были зарегистрированы, и у нее в квартире был алтарь. У нее программы были почти каждый день. Если мы кого-то там на улице находили, гиду ему там показывали, человек заинтересовался, мы тоже звонили по телефону на автомату ей, мы говорили, что через полчаса будем готовить просаду, тут мы вроде с нами. И все, и мы шли, и там уже просад будет. И однажды позвонили в телевидение, они пришли, увидели эту гору обуви в коридоре. Куча людей, сидящих на голом полу, паркет, мебели нет никакой вообще, экстрамная какая-то квартира, запахи, все сидят на полу, и там нужно разуваться, они в каких-то там куртках уличных, с кинокамерами, и они только зашли, сразу захотели уйти обратно. Она сказала, нет, нет, проходите, вы же должны снять материалы, они быстренько сейчас с нее выстрелили, они что-то там сняли, это минуту, и они просто хотели как можно быстрее покинуть это место странное. На развиваться им было трудно, видимо, там что там с ногами, у них не знаю, всякие там гуны, то есть не почувствовали какую-то чистоту, им было плохо, вот они знаете, прямо там, где гору обуви, они там остановились с этими аппаратами и не знали, что делать. Они сняли несколько там секунд, буквально формально и уже на выходе, она принесла просад туда, прямо вот на эту гору обуви, они уже стояли на горе обуви, чтобы выйти, и она говорит, вот нет, не обижайте, нельзя обижать, у нас в гостях, она сказала так строго, те испугались даже, помню, напуганы, взяли эти стаканы, их трясло, так, и я думаю, насилие над людьми просто, и напуганы, эта атмосфера их напугала, как религиозная секта, тут перепугались, то есть, ну, и потом я смотрю, они, ну, хорошо, так пригубил один стакан и замер, еще раз попробовал, другой, замолчали, мы перепугал стакан, переглянулись, и сели на эту обувь, это были их гуны, их место, они нашли свое место, они могли в алтарную зайти, они просто на обуви сидели, вот это вот, уличные, грязные, им там было хорошо, как Господь читает, на горшках сидел, вот они так же же селись, им туда уже тарелки подали, они сидят, едят, там общаются друг с другом, это было хорошо, потом стали интересоваться книгами, ну, и так далее, и так далее, это был просад, всегда так было, Джапа может больше рассказать, готовили просад на ВДНХ, еще когда гопалкишный госславин приезжал, верно? Вот, это был первый вообще приезд гопалкишный госславин, связанный с книгами, ребяти в Москве, вот он там начал, на ВДНХ, эти книги приставлялись, у них была палатка, а это было время преследования, тюремное время, и тираж был приехал там, как турист же, да, как вы катали шарики, ты мне рассказывал, сколько вы шариков распространили там? 10 тысяч шариков, сколько у вас было человек? 6 человек, они катали несколько суток, днем и ночью, без сна, потому что Кетерасин сказал, чем больше шариков распространить, тем больше шансов, что не будет третьей мировой войны, вообще, вот это был просад, и там тоже приходили к ГГБ в эту палатку, и хотели их там как-то, ну, остановить, связать, увезти куда-то, им дали просад, и они изменились, вот это на каждом шагу было, все так, старые преды, они знают, могущество просад, эти лилы были связаны с просадом в то время, с этой пищей, но как относились, однажды один предный сказал, ну, вы еще были неиницеревны с женой, вы тоже приготовьте что-то на программу за город, за городом будет программа, мы соберемся, вы тоже приготовьте, но имейте ввиду, что по пище мы можем определить качество того, кто готовил, ну, мы, конечно, настроились, мы очень серьезно стали готовить, там думать только о Кришне, и никакой праджалпы, и все стандарты, а моя жена готовила сладость, это были молочный порошок, там, сахарная пудра, масло, ну, там добавлялись, может быть, какие-то еще розовые масла, не знали, ванирин тогда, не знаю, был, он не был, в общем, накатала шарики, вот она накатала шарики, они были слишком, много масла, жидкие, растекались, а времени уже нет, нам нужно ехать, я говорю, ну, что делать, ну, ты же сделал, ну, все, надо переложить Кришне, как есть, она, нет, так, я не покажу такой просад преданным, снова все смешала, добавила, сделала консистенцию, мало масла, я говорю, слушай, некогда уже, пусть рассыпаются, что угодно, надо ехать, она, нет, снова все перемешала, снова масло, и так она добивалась, уже все сроки прошли, вот мы, я уже злой, я уже и так на нее кричал, и сяк, она не унималась, на ее выехали, раздраженные, злые, с этим просадом, и приехали сюда, и тут я понял, они сейчас попробуют, они все поймут, они же преданными, они же параматные, понимаете, вот этот наш учитель, сказал, ты выготовили? Мы. Взял шарик, вижу, да мы со страхом ждем, что еще? Он говорит, настойчивость, как он точно, смотрите, мы по просаду все понимали, понимали друг друга, понимали настроение, все, тогда Кришна проявлялся через просад, видимо, тогда в России только ел, Кришна, еще не проповед, только ел, что Джаганатха, Пури Кришна ест, говорится, где-то он собирает пожертвования, как Баладжи, с разными местах он по-разному себя ведет, в России он тогда начал просто отъедаться, давно не кормили Бога, видите, я думаю, в мире так и было везде, в Америке тоже через просад, сначала кормили Кришну, кормили, когда Рубак Санатана Гасвами, он видел сон, Божество, это был Вика Виндаджи, я здесь, в этом холоме, найди меня, я хочу есть, Божество просит есть, сначала, как правило, установим Божества, мы сразу готовим просад, сразу их кормим, это не должно прекращаться, одно, два подношения в день, там какой стандарт у кого, в храмах больше, начиная с Мангала сладости, постоянно просад, Маха Прасад, всегда должен быть по чуть-чуть, мы должны принимать Маха Прасад, каждый день, говорится, обязательно, это наш духовный разум, это просад, это контакт с Кришной, и просад, говорит, это наше тайное оружие, Крупа сказал, он входит, очень незаметно, но очень глубокий эффект, остальное, то есть спросите, возьмите человека интервью, до Прасада, и после Прасада, вы увидите разные вещи, вы просто удивитесь, даже после кусочка Прасада, к нему придут совершенно другие, если более высокие, но наша задача, довести до совершенства, то есть серьезнее, еще серьезнее отнестись, нам также важен изначальный материал, из чего мы готовим, и важно это, конечно, выразить на чистой земле, в сознании Кришны, с начала до конца этот процесс, вот это озвоит, задача нашей, потому что мы хотим чувствовать Кришну. Хорошо, ну вот сегодня я все, что сказал пока, можно что-то спросить, или дополнить, пожелания какие-то, пожалуйста. Как и не молчите долго, времени мало. Есть храмовые стандарты, они самые высокие, есть также домашние стандарты, они тоже должны быть. чистыми, чистыми. Нас учили так, это должна быть чистая одежда, либо одежда специально для того, чтобы готовить на кухне. Это делается всегда после омовения, нельзя, если мы не омывались сегодня, выходить на кухню. Также должны быть закрыты волосы, не касаться при приготовлении лица, руками, не думать о чувственных наслаждениях. Возможно, можно включить киртан, или просто именно на служении Кришне. Вот, что мы делаем, как можно лучше, потому что Кришна будет первым это пробовать. Вот, вот это сознание мы развиваем, вот эту ответственность мы развиваем. Вот этот дух так поднимается от этого сознания, что Кришна будет сейчас есть это, Например, как мы гостей приглашаем, тоже поднимается наш разум, потому что гости попробуют, они оценят это как-то, видите, я не хочу, что-то что-то плохо в их глазах, как в уважении это выглядит, я стараюсь как можно лучше для гостей. Ну, так же, когда мы преданных ждем в гости, тоже повышаются наши стандарты, но божества дома, вот, вот так же мы развиваем это понимание, что божества будут есть, они первые, кто принят эту пищу. При этом они принимают эту пищу для того, чтобы просто очистить ее, просто милость оказать, им не нужна эта пища. Поэтому мы делаем это с любовью, не просто это богатая пища, какая-то или много масла, это все может быть, но главное, что мы туда вкладываем эту любовь, чтобы Кришна попробовал вот это скромное моем отношении. Пусть скромные или богатые, на что я способен. Все хорошо, если мы делаем это с любовью. Посуда Кришны есть и посуда для того, чтобы кормить гостей. Они разделяются, разные должны быть полки, даже разные раковины, хорошо, если мы моем посуду в разных раковинах. Мы следовали этим стандартом. Старались. У кого были свои квартиры, всегда старались это делать, что есть посуда Кришны, и никто не использует эту посуду. Кастрюли, ложки, там, не знаю, необходимые предметы, чтобы перемешивать что-то, готовить на огне, это все неприкосновенно. Есть посуда для общих, для принятия просады, это разделяется, мыли. Затем посуда, в которой предлагается также особое отношение к этой посуде. Должен быть какой-то лучше дорогой материал, может быть, серебра, или золото. Смотрите сами, на что у вас хватает сил. Со временем-то придет. Если вы хотите именно для Кришны сделать, придет и золотая посуда, и серебряная, какую захотите, но для Кришны. Ложечки там, может быть, свои, там специальные, такие стаканчики, если там два божества, значит, по две тарелочки можно это делать, то есть разные стандарты можно это изучать. И мы приносим с этим чувством при помощи мантр, гуру Парампари, вот этой традиции, мы предлагаем при помощи мантр, с ним колокольчиком, Кришна слышит наши мантры, звук колокольчика, этот призыв, и оставляем эту пищу на алтаре какое-то время. Если мы несем этот поднос через людей, то нужно покрыть платком, не показывать свои показания предположения. Стоять на алтарь, открываете и закрываете алтарь, Кришна ест. Все, можно либо петь хиртан, либо просто какое-то время Кришна должен поесть. Все должны знать, Кришна сейчас ест. Важный момент. Затем также мы кланяемся, звоним колокольчиком мантры духовному учителю, все, знак подан, что Кришна поел, снимаем с алтаря, выкладываем отдельно маха-прасад с алтаря, моем посуду, высушиваем, кладем на место, после этого можно раздавать всем маха-прасад. Вот это маха-прасад еще отдельно раздается под чуть-чуть особо то, что было на алтаре. Вот в таком сознании примерно таким образом. И вот нужно есть только Кришна-прасад перед ним. Бывают они наспел ездят там в дороге на работе и нет алтаря что делать и даже мантры не произнести. Шри-вишну, 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 оп, съел все равно. Это не просад, это пища, очищенная от кармы. Так я слышал. Шри-вишну, 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 то есть это пища тоже связана именем вишну, но не просад. Она просто чистая пища. Иногда так делают экстремальные обстоятельства. Но средоточиться нужно на просаде. Этот просад делает чудеса всегда. По регионам Урал, по Санкт-Петербургу, когда мы стали готовить торты, сладости таким образом. Люди в магазинах как будто чувствуют все это. Брали только эти вещи, только просад. Глядать вот это, именно вот это. Они чувствуют. Вот заряженные. Есть заряженные у вас шарики? Заряженные. Они чувствуют. Факт. Но мы можем еще более этот процесс как бы сделать сильнее, как мы говорим, если мы будем еще выращивать эту пищу, должно быть. От начала до конца. Все производство для Кришны от начала до конца. Мы знаем, что с Америкой у нас разница где-то в 30-25 лет. И сейчас там уже доказали ученые, что основной большой процент рождаемости детей уже из патологии, уже суды доказывают, что вред ГМУ вот это все демодифицировано. И 30 лет спустя вот такой есть результат. Вот. И вы сказали, что мечта, они, мечты могут сбываться. Вот. Как мы можем какие тезисы вложить в нашу мечту через 30 лет, какая может быть мечта в Исконе и у преданных вот в этом направлении? То есть, какие тезисы вложить и сделать такую аффирмацию на будущее для преданных? вкладывайте счастье в ваш процесс. Счастье. Счастье на земле, когда работают преданные, когда служат божествам, когда они принимают просадам. То есть, они должны ликовать, как дети. Научиться вот такой жизни. Почитайте, как люди жили в Риндаване, как Лишна там был. Каждый представлял из себя яркую индивидуальность в каком-то настроении, особого счастья, одежды, украшения использовали. Ну, как в русской деревне, помните? Всегда было связано с каким-то юмором. Как только деревни вспоминали, сразу улыбались. А, человек из деревни, он такой простой, интересный, открытый, да, сразу улыбка на лице и появлялась. Потом это стало как-то превращаться, знаете, в такое высокомерное отношение к женскому жителю, как к тем, кто недоразвитый, просто улыбаются, потому что многого не знают. И так деревня потеряла как бы ценность в глазах людей в свое время. Она спилась, вот эти несчастные такие вещи мы видим, да, такие примеры. а город стал подниматься у престиж, там эти все места чувственных наслаждений, деньги, скрытная жизнь, там возможно, знаете, там все возможно в городе за деньги, двойственная жизнь. Деревни там не двойственности, все более менее открыто. И сейчас городские жители не привыкли так жить, когда ты на виду. Тоже дискомфорт. И так, когда мы создаем такие общины, когда мы понимаем, что мы вместе, мы не на виду, а мы вместе именно. Вместе у нас есть одна цель, вот почему мы вместе. Не то, что мы критиковать друг друга хотим, на виду, кто что ест, кто с кем спит. Это уже деревня упала в туалет. А когда есть более высокие задачи, поэтому мы вместе, да, вот эта община, счастливая община, это привлекательно. Жизнь привлекательна. Благости люди простые, открытые. Страсти они скрытные. В этом вкус скрывает свои грехи и показывает свой успех остальным. Это вот их вкус в городах. Наслаждаться и для этого зарабатывать как-то деньги неправедно и неправедно. Без свидетелей это не важно. Коротская жизнь. И, конечно, нам нужно привыкнуть к этому общению, открытому общению среди преданных. что здесь мы, да, на виду. Ридеры на виду, старшие на виду, семьи на виду, воспитание детей, все мы будем видеть друг друга. Для того, чтобы помогать, не критиковать, а помогать, поддерживать, вдохновлять, вместе сотрудничать вот с этой целью. мы учимся этим сейчас шагам. Разрешаете ли содержать животных, кошек, собак, преданным в квартире? Я не слышал такого разрешения или запрета. Просто они уже где-то живут в какие-то квартирах без разрешения. Если вы привели какое-то животное или там несколько раз вы его покормили, погладили, он привязывается к этому. А потом вы говорите уходи. А он не понимает почему. И только что погладили его, покормили. То есть животные они как дети очень простые. Тогда либо вы не должны с ними так общаться, чтобы не привязывать к себе. А если завели, то неэтично выгонять на улицу. К этому жопу существуют. Неправильно это будет отношение. Поэтому в квартирах неудобно их конечно завозить. Это не чистота в доме. А в частных домах, где есть улица, где пространство, они всегда жили. Они ловят мышей, кошки, собаки, охраняют дома. Всегда это было. Естественно, были еще лошади, другие животные, которые дают шерсть или что еще. Другое молоко, не только коровье, там разные есть уже хозяйства. Человек всегда жил с животными. Это все вопросы у нас про кошек. все. все. Город Махараш. Читание череда. У тебя очень большое внимание оказывается именно культуре просады, принятие просады. Господь читания сам нам давал пример. Я хотела бы, чтобы вы немного рассказали, какой пример в этом отношении нам дало Господь читания. И недавно был митинамид проедуш, и скоро было принима. Хочется узнать, какие любимые блюда у Господи читания митинамиды? Это нужно читать читания череда. Там целые страницы списаны, я даже не помню все названия. Иногда приятно готовят 108 блюд, иногда 1008 блюд. Два это чаря, когда пригласил Господа читания митинамиды, он готовил несколько дней, несколько суток со своей супругой. Там несколько страниц описывается, что он готовил. Не все разъясняются эти блюда, даже не знаю некоторые блюда, как они выглядят. Но там описывается, что каждое блюдо было подобно нектару. Каждое имело свой индивидуальный вкус. Разнообразие практически безграничное. Это то, что предлагается кришне. Вот такая любовь, такие развитые отношения, такие тонкие чувства. Когда мы приехали впервые в Майяпур, здесь и попробовали в фестивале Прасад, из 12 блюд, например, мы были поражены, что столько оттенков, столько вкусов, которые мы никогда не испытывали, не чувствовали. Не было такой тонкой культуры кулинарии. Мы знаем, что физическое кулинария нас завоевывает мир, на самом деле. Очень популярно. Если кто-то ест джаганатхапури, он хочет джаганатпрасад. Такого просада в мире нет таких вкусов. Наш язык приспособлен к таким тонкостям. не хватает знаний. И многие предные, большинство предных не умеют готовить на таком уровне еще. Нам еще нужно это учиться делать. Пользоваться специями, продуктами правильно. Как эти вкусы, эти тонкие вкусы отличать, как делать такое разнообразие из тех же самых овощей, из молочных продуктов. Неповторимые вещи. Все люди спрашивают, а что это, а из чего это, а почему это? Это что просто молоко, это что просто горох, а сколько блюд из гороха, и сколько оттенков, сколько вкуса, это интеллект, это цивилизация пропадает. Вот они чувства, тонкие, они развиты чувства. Нам нужно учиться воспринимать запахи и вкусы для Кришны, для Кришны мы предлагаем квалифицированное преданное служение. И предан во всем он может быть квалифицированное, не только в Прасаде, и в Киртане, и говорить о философии сознания Кришны. Если развить вот эти три вещи, мы достигнем совершенства группа. Уметь готовить Прасад, уметь провести Киртан, и уметь объяснить Бхага-Бадгиту. На это у нас уходит вся жизнь подготовки. Еще не хватает это же. Да, но совершенство тут уже по каждому день и постоянно. Серьезно нужно относиться к этому Прасаду. Шак любил господчитание. Я его терпеть не мог, помню. Здесь, в моей буре, меня от него тошнило, от одного вида. Это было связано еще с переменой климата. Зеленый, скользкий, так я его понимал. Зеленый, скользкий, так тянется вау. Этот шак раздавал Гуру Махарач ходил всем. Ко мне подошел и пришел шак. Мне было неудобно говорить нет, Гуру Махарач не люблю шак. Я говорю есть. Полный поварюшку такой шак. Я полный его съел. И с тех пор люблю шак. С тех пор я понял вкус шака. Сейчас мне нравится шак. Шак это трава еще перевезти. Так говорят. Есть много видов шака. Мы ехали как-то с одним словом гопалкочных гостами под Петербургом выехали с Ашрама просылочной дороги заросшей такой травой бурьяном. И он сказал стой и закричал машина водитель. Что случилось? Шак кругом. Лебеда там росла. Он так обрадовался. Мы все удивили. Лебеда никто на нее смотрел. вышел по гаражу вот такая трава. Мы люди влюблены. Это свекольная водва тоже использует что-то еще. Шак это листья. Это тоже искусство. Как какие вы найдете эти ингредиенты как вы это сделаете. Это деликатест. Кришне все предлагается. Это непростое. Это самое лучшее. Самое вкусное. Самое тонкое разнообразие вкусов в том что он говорит. Это плод цветов немного воды и все. Это хитро очень устроено. Казахстудная пища. А попробуйте развитым интеллектом что вы сделаете. Чудеса. Это сказка вообще. Ни с чем не сравнить. Люди будут шокироваться. Как у вас получается вообще? А мы повторяем Махари Кришна начинаем вот эти вещи чувствовать. Понимать сознавать. Поэтому это нужно практиковать здесь. Муна Дэви сделала книгу книга за какое-то место даже призовой заняла на каком-то там не знаю как это в Америке но конкурс был какой-то книг и присудили первое место кухня Муна Дэви известная один из лучших павров дошел пропаган можно изучать там но эта женщина которая учила меня готовить просад она сама еще придумала новые рецепты она экспериментировала со специями сильный мастер так наше время истекло так мы должны сейчас останется уже следующий пришел так я понимаю но вот вот придет да последний вопрос давайте все есть терпение что есть терпение как понять его как принять его и возможно и применять его в своей жизни есть терпение до принятия происхода и после принятия происхода завтра поговорим в разных гуннах природы терпения завтра поговорим хорошо спасибо что пропад и Субтитры сделал DimaTorzok